Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем чтение книги «За ваш киноземный метод» «Тайны евреев». И сегодня мы начнем обсуждение, как вообще устроено было человечество после смерти Каина, когда развивается не только... Династия. Династия Шета, параллель с династией Каина. Мы видели, что у Каина там происходит постепенное падение морально. В чем, собственно, задача Шета? Кто такой Шета? И это важно увидеть, здесь две династии параллели. До этого мы все время говорили об общих принципах. Здесь мы больше видим их воплощение в реальности. Вообще, как Рау показывает в процессе истории, как этот принцип необходимости исправления человечества, как он работает или как он не работает, как он должен работать. Поскольку главная задача человека — это моральное исправление. И всегда есть разные силы и разные династии в данном случае, которые в этом процессе участвуют. Ну, не получилось, да? Пока нет. Может быть, куда? Нет, нет. Что-то пошло не так. Одну секунду, попробуем еще раз. Сейчас, я думаю, должно получиться. Хорошо? Теперь видно, да? Да, ну, честно. Потом Кикайна и потом Кишета. Вот мы, так сказать, это не случайно вообще. Это вещь совершенно не случайная, что Тара отписывает нам две династии. И есть много всяких попыток расшифровать эти имена и смыслы. И действительно есть много параллелей в именах одной и другой династии. Но задачи у них разные. Династия Кайна воплощает в себе общеприродную человеческую культуру. Ее назначение сугубо материальное. И через нее проходит история человечества. Именно то, что называется историей. Как раз Ашкеназия, он подчеркивает идею толдот, что это нечто другое. А это вот именно типичная то, что называется история. Династия Шета, напротив, продолжает назначение Эвеля. Духовное назначение – воспитание братства и нравственности. Вот есть такая диктомия. Одна династия должна реализовать историческую задачу, а другая должна ее воспитать. Здесь формируется демонстративная модель уравнения, о которой мы будем более подробно говорить далее. Уравнение, описывающее отношения человечества и народа Израиля. В каком смысле это спойлер, но понятно, что к этому должны прийти такие же приблизительные отношения между этими двумя династиями. Они складываются между человечеством и народом Израиля. Человечество, которое должно реализовать мессианскую идею, и народ Израиля, который должен помочь продвинуть его к этой цели. История проходит через культы и царства различных народов. И параллельно, как исключение из общего правила, существует отдельная династия, которая ставит своей целью спасением всего человечества. У нас есть культуры, царства, битвы, завоевания и так далее. Это падение и подъемы, а рядом существует отдельная династия, которая есть совсем другая задача. История, которую мы знаем из книг, это история династии Кайна. Исторические события, описанные в книгах, война, завоевание, крестовые походы, воспринимаются читателем так, как они развертывались в рамках династии Кайна. История человечества – это история династии Кайна в разных народах, от Адама и до наших дней. С другой стороны, в династии Шета речь идет не об истории, в смысле рассказов о событиях, а о родословии. Это рассказ о духовных идентичных с тех человек. То есть духовных продвижениях, изменения представления в личности, подходах в аспекте духа царя Маше. И вот это развитие – это дух царя Маше. Это развитие духа человечества, развитие моральных представлений. Это описание поиска мессианского сына человечества. В каждом поколении, собственно, мы его ищем, который спасет мир и придаст ему смысл. Здесь можно остановиться и поговорить о связи между тем, что есть какая-то задача, поставленная Богом человечеству. И есть две династии, есть одна, которая должна воспитать другую, и в ней пробуждается Маше, должен пробудиться, прийти. Будь это время или будь это человек, будь это личность, она приходит и она спасает мир, то есть приводит его человечеству к нужной цели и придает ему смысл. Какая связь? До этого не было смысла у человечества. Я хочу, чтобы мы как-то уточнили вот эту вот связь. То есть без того, что реализуется задача, без того, что человечество увидит, что оно пришло к той цели, которую Бог поставил перед ними, что оно научилось разрешать равнение братства, научилось правильному функционированию со своими ближними. Это придает смысл всей истории, всему существованию человечества. Без этого как бы смысл теряется. Кульминация этого поиска происходит в народе Израиля, как будет объяснено ниже. Однако представляется, что на этом этапе, в начале общечеловеческой истории и сама династия Шета до Потоба тоже не справляется со своей функцией и не может спасти династию Кальми. Подобным тому, что случилось с Гевелем, воспитателем, который до этого потерпел неудачу на частном поле. До Авраама и Еврея рассказ Писания выглядит довольно фаталистично и пессимистично. Подобным образом Медраж толкует стих «Земля же была пуста и хаотично, и тма нас бездну, и Дух Божий витал над водой». Как он толкует его? Раби Иуда Барсимон трактовался стих в отношении поколений. «Земля же была пуста» — это Адам, который стал никем и ничем. И хаотично — это Каин, который стремился вернуть мир к хаосу. И тьма — это поколение Энуша. И вершат они во тьме дела своей сказанной книги Шеяло. «Надбездная — это поколение потопа». В этот день разверглись все источники Великой Бездны. То есть как бы в первом стихе заключается намет на то, как будет развиваться дальше событие. «И Дух Божий витал над водами, и навел Бог ветер на землю, и уднилась вода». «Сказал Бог, до каких пор этот мир будет пребывать во тьме? Да придет свет». «И сказал Бог, да будет свет». «Свет» — это Авраам. «И назвал Бог свет днем — это явно». Мы не будем сейчас подробно вникать в Медраш, потому что устройство Медраша и его методика — это сама по себе очень интересная вещь. Но мы видим главную идею, что как бы Всевышний в начале сотворения мира уже намекает на возможность такого развития событий, что до Авраама не будет реализована вот эта программа исправления человечества. «С рождением Шета в мире появляется общечеловеческая надежда и усиливается из поколения в поколение. Она достигает вершины с рождением Ноха, о котором сказано, и нарек имя Ноха, сказав, «Этот утешит нас в работе нашей и в труде рук наших на земле, которую проклял Господь». Несмотря на то, что в самой династии Шета происходит серьезный переворот, все человечество катится в пропасть. И в конце концов кажется, что обе династии обречены на неудачу и даже на уничтожение. Тем не менее, человечество на протяжении этого рассказа получит много отсрочек. И при каждой отсрочке человеку будет представляться еще одна возможность исправления и реализации этой великой надежды. То есть в каждом поколении очередной раз все вышли и говорят, ну попробуем еще раз. И снова не получается. Семь отсрочек. Только когда эта отсрочка не используется, и следующее поколение окажется хуже предыдущего, история переходит к следующему этапу, которое новое начало. В конце концов, после семи отсрочек, которые не были использованы, в конце процесса, в ходе которого все человечество все больше деградирует, оно приходит в поток. Тем не менее, нужно остерегаться ощущения фатальности. Для Равы это одно из центральных тоже мест. Он всегда подчеркивает, что иудаизм – это не фатальность. И ощущение фатальности у нас есть, которое сопровождает рассказ на этом этапе человеческой истории. Поскольку на каждом этапе этого рассказа духовный сын человеческий, воспитатель, лидер, так же, как и природный сын человеческий, человек материи и материальности, не смогли правильно реализовать свои специфические предназначения. И на основе братства и единства изменить конец этого рассказа. Поэтому, даже если этот процесс кажется фатальным и обреченным на неудачу, то это проясняется только задним числом. Изначально все могло бы быть успешным. Рабушкин даже объяснял, что каждая отсрочка учит нас двум принципам, лежащим в основе сотворения мира. Первый принцип состоит в том, что мир был сотворен сознательно и с намерением наблюдать за ним, а также с изначальным планом спасения мира. Согласно этому принципу, нет свободы выбора, так как будущее известно заранее. И не может быть ничего, о чем он не знает. Согласно второму принципу, человеку предоставлен свободный выбор. И отсюда следует, что знание Творца не охватывает всего. Каждая строчка, предоставляемая человеку, дает ему возможность изменить события по собственной воле. И оно ссылается нам. Ротатшува, может быть, кстати, посмотреть. Я не посмотрела, а может было привести слова Рава Кука Ротатшува по поводу соотношения свободы выбора и знания всех. А здесь у нас есть примечание. Понятие «задним числом» изначально занимает центральное место в учении Равашкини. Иногда человек переживает из-за того, что изначально принял решение совершить какое-то действие. И он был бы рад, если бы мог изменить свой выбор. Однако сделал он его не воротишь. В то же время задним числом оказывается, что его первоначальный выбор, о котором он сожалеет, был для него правильным. Это довольно все сложные вещи, потому что трудно сказать. Да, в результате мы говорим «все к добру», «все идет по божественному плану», «так вообще и было задумано». А с другой стороны, безусловно, и Рав в время почувствовал, что у нас в каждый момент времени есть свобода выбора, то есть бесконечное количество возможностей. И осознает, что вообще, говорю, «все вот так и должно быть». Именно так, как в конце реализовалось, что это лучший способ реализовать божественный план. Это довольно сложно, да? Почему бы сразу не? Почему не сейчас? Почему сегодня не придет на машину, как некоторые хотят, и не решит все уже, сколько можно? Давайте уже нам спасение. Но есть что-то важное в том длинном пути, который проходит человечество. Поэтому в каком-то смысле, наверное, я так думаю, этот путь является самым правильным. Ну, во всяком случае, это то, что следует из этой вот сноске. Как мне кажется? Как ты думаешь? Ну, как я читал, да, что путь удлиняется из-за милости Всевышнего. То есть, если бы сейчас пришел Машех, то пришлось бы уничтожить очень многих людей, которые к этому не готовы. Но Всевышний дает, опять же, отсрочку, чтобы у большего количества людей был шанс к этому подготовиться и, соответственно, вступить в эту новую эру, чтобы больше людей в этом участвовало. Это тоже возможное, конечно, объяснение. Но теоретически нам кажется, что вот если придет действительно настоящий Машех, он может действительно весь мир преобразить и вернуть к раскаянию, и все будет зашибеть, все будет прахивать. Почему не сейчас? Почему Всевышний растягивает все это? На самом деле, я думаю, что здесь еще можно привести такой мидраж, ну, просто к вопросу о том, почему. Есть такой известный мидраж, когда Моисей говорит с Богом и просит, ну, в результате разговора, да, Бог привязывает коронки к буквам, ну, все, так сказать, подробности мидража, и он спрашивает, зачем ты это делаешь, а вот будет один человек, будущим поколением, который все это будет толковать. Он говорит, покажи мне его, и Моисей попадает в класс, который дает рабе Акива, ну, длинная история, в которой в конечном итоге Моисей говорит, у тебя есть такой человек, а ты даешь кору через меня, то есть он как бы в каком-то смысле рабе Акива выше, чем тянуши, он говорит, молчи, иначе я переверну весь мир. Там второй еще есть вопрос. Ты мне показал его величие, покажи мне его смерть, и там он показывает, как ремляне его пытают, рабяки его, и он говорит, вот это его тара, это его награда, он тоже самое отвечает, молчи, иначе я весь мир переверну. То есть есть какие-то вопросы, на которые, в общем-то, нет ответа. Я очень все сократила, там очень интересный метраж, там есть много подробностей. Я просто хотела дойти до вот этой точки, которая говорит, молчи, есть в этом какая-то тайна, есть в этом какой-то большой смысл, который ты не можешь сейчас постичь на том месте, где ты находишься в уше. Тем более как бы мы пытаемся, безусловно, понять смысл того, что мир должен именно пройти этим путем, а не другим, но конечного ответа все-таки мы не можем получить, я думаю. Это непросто. При этом, когда мы смотрим только со своей точки зрения, у нас есть бесконечное количество возможностей выбора, и то, что мы делаем неправильный выбор, ведет нас по определенному пути. Иногда правильно. Изначально все могло быть успешным, говорит Итул. Это очень важно, чтобы понять, что изначально в каждой точке все могло случиться по-другому, и могло быть успешным, и могло быть исправным, но оно не было исправным. Нас подводит именно наше близкое знакомство с рассказом писания. Ведь мы не пытаемся представить себе, как этот рассказ мог развиваться по-другому. Мы знаем, что Кайн убил Гевеля, а Туваль Кайн убил Кайн. Мы знаем, что через десять поколений после Адама был покой. И он уничтожил все человечество, кроме одной-единственной семьи. Мы знакомы с этим рассказом настолько хорошо, что нам кажется, что каждая его часть была неизбежна. Однако идея, которую несет Таран, жизни прямо противоположна. На каждом этапе у человека человечество было свободно выбирать, как себя вести. На каждом этапе у каждого человеческого образа, определяющего исторические события, была свобода выбора. Идти по направлению к разрушению и гибели или к строительству и жизни. На это намекают и имена действующих лиц, поскольку в каждом имени можно найти два значения и два возможных направления, которые могут выбрать герои. Каждый из этих персонажей выбирал разрушение. То есть имена значащие он здесь не приводит их, но вообще, говорят, можно пройти по именам и увидеть, уже мы видели в династии Кайны, что есть возможность толкования имени позитивной и негативной. И они выбирают негатив. То есть не то направление. Каждый из этих персонажей выбирал разрушение. И поэтому ситуация действительно постоянно ухудшалась. Но это только задним числом. Мы видим, что ухудшалось. Вместе с тем, каждое деградирующее поколение несет на себя отклонение, возникающее из-за ошибочного выбора предыдущего поколения. Таким образом, прошлое влияет на будущее. Каждое поколение получает негативный груз, который накапливается все больше и больше. И поэтому возможность выбора все время сокращается. То есть они все время... Точка, с которой начинают, она все нежели низ. И помимо того, вообще, когда мы делаем какой-то выбор, возможности выбора сокращается. В начале своей жизни у меня есть... Не знаю... Одна бесконечность, две бесконечности, три бесконечности. Но каждый раз, когда я выберу один какой-то выбор, остальные отсекаются. Те, которые могли... Потенциально существовали до того, как я сделала этот выбор. То есть все время выбор сокращается. Ты уже выбрал какую-то дорогу. Дальше у тебя остаются только те тропинки, которые ведут с этой дороги. А те, которые ты уже миновал, куда ты не вернешься. Те выборы. Тем не менее, свободный выбор никогда не исчезает, поскольку подход второй не является трагическим. Если бы не было возможности изменения, то дарование человеку отсрочки было бы решено всякого смысла. Дарование отсрочки человеку – это самое лучшее доказательство того, что история могла бы пойти иначе. Есть вопросы какие-то или дополнения? Да, есть вопрос. В начале, когда мы читали, мне вспомнился Медраж, да, про человека, который потерял жемчужину в песке. Вот он просеивает песок, да, и когда он нашел, он уже перестает просеивать песок. Он ищет душу Машех. И вот это как раз эти поколения до потопа, да. Когда там нужно… Ну, то есть, одна часть человечества потомки Каина, они служат как бы фоном, да, на котором происходит вот этот поиск души Бен Адама, да, который продолжит как раз, будет, ну, целью, да, реализует цель, ради которой сотворен человек. Так и вопрос, где тогда уравнение братства, да, кто с кем должен составить уравнение? То есть, Шета с Каином, а человечество Шета с человечеством Каина, или это внутри Шета, остальные так и остаются? Да, да, Шет Стайл, конечно, во всяком случае, с точки зрения подхода Рава. Медраж этой стороны не касается. Он описывает просто ситуацию, как она была. Что из всего этого осталась одна химчурка в результате. То, что могло быть, что этот… А, то есть, это как раз задним числом Медраж описывает, да? Да, да, да. Я так думаю, да. Потому что не задним числом действительно изначально, безусловно, по подходу Рава Маниту, задача династии Шета исправить династию Каина. Она… Почему приходит поток? Потому что не справляется. Ни та, ни другая. Одно опускается, все ниже, ниже. А второе не справляется с тем, чтобы по разным причинам, в каждом поколении может быть своя причина, каждый персонаж, он по-другому как бы реализует, пытается реализовать своему значению и не успевает. Но так или иначе не справляется. То есть, получается, что смысл уравнения братства как раз вот уравнять вот этот песок и жемчужину, да, чтобы… Ну, пока что они совершенно несравнимы. Жемчужина осталась в своем, можно сказать, в закрытом шарике. Как они должны были действовать? Если бы мы знали заранее, как это все делается, мы бы, наверное, смогли решить уравнение. Но оно сложно. Они пытаются его решить отсюда и оттуда. Есть разные подходы. И все они терпят по разным причинам. И причины пересказаны. Дальше, по-моему, приводит это. Я уже не помню с первой или второй книги. Но мы видим, что по тем или другим причинам каждый лидер поколения в династии Шета у него свои проколы, свои ошибки, из-за которых он не справляется со своей работой. Мы видим эти ошибки, но, тем не менее, реализовать… найти такого человека, который мог бы реализовать полностью это назначение, оно не получается. Потому что все не так хорошо. Хорошо. У Шета не получается. А вот у другой части, у Каина, у этой массовки, которая фон истории составляет, у них есть какой-то выбор? И они тоже прилагают усилия в решении этого уравнения? Ну, теоретически могли бы, но практически нет. Это все происходит немножко похоже на модель Каина и Хевеля. К Каину Бог даже обращается и говорит. Призывает его как раз к Каину. Он не слышит. Хевель мог бы ему в этом помочь, но он не поможет. Всевышний Рав не снимает ответственности ни с кого. Это совсем не та модель, что у нас есть одна жемчужина, а все остальное в этот песок не нужно. Все, в общем-то, отвечают за то, чтобы построить правильный мир, правильные взаимоотношения. И на каждом вообще человеке лежат какая-то доля ответственности. Особенно на лидерах поколения, о которых, собственно, Тарай говорит. Поэтому не просто так Тарай упоминает. Не стоит, что они были хорошие, а вот эти плохие. Было бы слабо. А в конечном итоге всего этого остается. Только корень, с которого потом вырастет народ Израиля, на котором уже была миссия. Это мы сейчас еще прочитаем. Это все спорят. Потому что есть разница. Гевель исчез полностью. В этой разнице между отношениями Гевеля и Каина Гевель исчез полностью. Не осталось от него ничего. А все-таки династия Шетта несет в себе вот это зерно будущего спасения. Несмотря на то, что сама не справляется, а зерно остается. Ну, мы это увидим дальше. Мессианская идентичность, идентичность человечества. Здесь необходимо подчеркнуть, что духовно-мессианская идентичность, приходящая на выручку истории, произошла от человека, а не от чего-либо выходящего за рамки законов природы. Это представление противоположно христианской точке зрения, в соответствии с которой мессия, приходящий, чтобы спасти человечество, является сверхчеловеком, божественным созданием, не рожденным из человеческого чрева, результатом действия чудесной божественной магии. Именно в стихах, приведенных нами в начале этой главы, ясно подчеркивается тот факт, что еврейская мессианская идентичность, тот самый новый сын человеческий, который сейчас появляется в мире, рождается у родителей совершенно естественным для человека путем. Шет несет в себе способность к братству, признанию собственного несовершенства и нравственному сознанию, подобно Хевелю, вместо Хевеля, которого убил Каин. Но есть одно ключевое отличие. Хевель приходящий, он временен в этом мире, подобно сказанному псалме. Человек как дым, Хевель. Дни его как тень мимолетная. Хевель не справляется со своим назначением. Он проходит в этом рассказе как тень, ничего не сказав, не попытавшись что-либо сделать, чтобы спасти Каина или спасти себя. Воспитатель, не способный к общению со своим воспитанником. В отличие от Хевеля, Шет стабилен, абсолютен, незыблем и несогрушим. В начале Берешит сотворил Бог небо и землю. Сотворил Шета, Бара-Шет. Берешит как Бара-Шет. Основу основ. Шет соответствует стихам. Что есть человек, чтобы ты помнил о нем? Что сын человеческий, чтобы тебе заботиться о нем? Ведь немногим умолил ты его по сравнению с ангелами, увенчал почетом и славой. Отчего поставил его владыку над делами рук твоих? Все положил, шата, к ногам его. Все человечество существует благодаря Шету и его потомкам, успешным воспитателям. Ему принадлежат обучение нравственным ценностям и развитие духовного сознания. Они были переданы непосредственно от творца Адаму, а от него Шету и его потомкам. В книге Дибрей Хайамим Каин и Хевель не упоминаются вообще. Это книга, которая подводит итог эпохи пророческого откровения в мире, и чья цель состоит в том, чтобы описать родословия, несущие пророчества и избавления через цепочку поколений. Начинается со следующих слов. Адам, Шет, Энош, Кайнан, Мехалалель, Ерет, Ханох, Метушелах, Лемех, Ноах, Шем, Хам и Ефель. То есть вот эти трое все-таки есть, да? Адам есть. Адам есть. Адам есть, нету Кайнан. Они как бы даже работают. И Хам и Ефель, при этом они остались. Ну да, поскольку эта реальность продолжается, она уже закончена. Надо сказать, что вообще есть разногласия у разных комментаторов, как относиться к рассказам Тары. Скажем так. И некоторые христианские, например, комментаторы вообще считают, что и Абрам – это притча. И вообще-то много там притча, а вовсе не реальная история. Но среди еврейских комментаторов большинство считают, что, во всяком случае, то, что было после потопа – это уже никак не притча, а реальная. То, что было до потопа, есть разные. Поэтому вот с точки зрения того, что тут Шем, Хам и Ефель присутствуют, они, безусловно, по еврейскому пониманию, они реальные как бы персонажи, и они присутствовали, реально существовали. Нельзя их назвать. Во всяком случае, так меня учили, и это я видела в разных комментариях. Есть такие, которые считают, что до потопа это можно понимать. Но в данном случае Равон сейчас скажет про Кайна и Ефель, что они как бы не присутствуют здесь, потому что они вообще как бы не оставили следа человеческой истории. Продолжим. Кайна и Ефель – это своего рода подготовка к истории будущего человека. Это происходит не прямо в мире действия Осия, а в том мире, который ему предшествовал. Поэтому в книге Деврей Айамин записаны лишь родословия, которые напрямую связаны с идентичностью спасающего человечества. Эта династия начинается с Адама, чья внутренняя духовность передается Шетту. Шет передает свою избранность своему сыну Иношу, и далее эта передача продолжается через все идентичности, упомянутые в Берешит и приведенные еще раз в книге Деврей Айамин, вплоть до Авраама, Ицхака и Якова. Про отцы нашего народа – это единственные люди, которые наделяют этой избранностью целый народ, народ Израиля. Хотя раби Иуда Аливи считают, что в Хевеле следует видеть первую модель народа Израиля, о нем мы поговорим позже. Ведь в нем действительно присутствует аспект образа Бога. В Хевеле присутствует образ Бога? Ну да, с одной стороны. Однако в Писании нет никаких намеков на то, что у Каина и Гевеля был образ Бога. То есть та дополнительная исправляющая духовная избранность, которая характеризует бесятскую идентичность. Нет, мне кажется, что образ Бога присутствует в народе Израиля и про то, что про Шета так сказано. А про Каина и Гевеля как раз. Да, наверное, наверное, да. Есть тут некоторые, так сказать, тексты непонятные. Действительно, я думаю, ты прав. Хотя раби Иуда Аливи считают, что в Хевеле следует видеть первую модель народа Израиля, о нем, о народе Израиля мы поговорим позже. Ведь в нем действительно присутствует аспект образа Бога. А, да, понятно. Да, это сказано только про Шета, то есть образ Бога. В соответствии со стихами в начале пятой главы выделяется тот факт, что истинная внутренняя связь идет от Творца к Адаму, а от Адама к Шету. Вот родословная Адама. В день сотворения Богом человека по подобию Божию он создал его. Мужчину и женщину сотворил он их и благословил их. И нарек им имя Адам в день сотворения их. И жил Адам сто тридцать лет и родил по подобию своему, по образу своему и нарек ему имя Шет. Ага, то есть образ Бога, который был у Адама, он продолжил всего через сто тридцать лет в Шете. А вот эти Каины и Гевели, в них он не проявился, как бы этот образ пока появился. В то время как в пятой главе Берешит описывается рождение Каины и Гевели и все, что с ними произошло. В книге Дебрей Хайами мы находим только историю нравственной идентичности человека, которой в конце концов удается, несмотря на кратковременные неудачи, преодолеть естественную инерцию истории и склонить чашу весов в сторону обетованного будущего. Первая попытка породить мессианского сына человеческого проваливается. История как будто перепрыгивает далее, вглубь удавшегося процесса. Значение совершенного сына человеческого, которым должен был стать Гевель, теперь переходит к Шету, и вся мезосцена меняется. И при чтении рассказа Писания возникает вопрос – преуспеет ли Шетт там, где Гевель потерпел неудачу? Или человечество снова ожидает полный провал, такой же ужасный, как и тот, который оно уже пережило? Он потерпел неудачу в воспитании. Получается, потомки Шета, еврейский народ, их задача, то, что они должны исправить, это стать воспитателем и воспитать массовку. Это да, но в данный момент он спрашивает про Шетт. Мы находимся сейчас в точке, когда рождается Шетт, и он получает это назначение, с которым не справился Гевель. И вот здесь возникает вопрос – он-то справится или нет? Династия Шета. То есть там понятно, что ему возможно было дано больше. В нем есть образ Бога. Мы сейчас начнем следующую главу, там будет более подробно о нем, о его личности, о его структуре. У него есть больше возможностей. Тем не менее, ни он, ни его потомки не справились. Хотя они, как Равдис уже сказал, они несут в себе этот потенциал, продолжают его нести. Эвель, Хайм и Эвель, они его уже, как бы, то ли у них его не было, то ли они его не смогли реализовать и оборвался. Глава 3. Идентичность Шета. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Шет, так как доставил Бог мне потомка семя другого, вместо Гевеля, которого убил Каин». В слове «семя зера» в этом стихе мудрецы видят намек на Машех, так как в нем содержится идея чего-то, что посеяно, что дремлет и ждет пробуждения и выхода на свет, подобно тому, как сказано в Псалме. Свет посеян для праведников и радость для прямых сердцев. Таким образом, в рождении Шета есть зерно Машех. Шет несет внутри себя устойчивую, неразрушимую идентичность. Народ Израиля находится внутри этой идентичности в латентном виде, как некое дремлющее духовное зерно, ожидающее пробуждения и реализации в этом мире. Это зерно Машеха мы позже встретим у Ноха, потом у Эвера и… Потом у Эвера, да. Но мы продолжим. Просто я хочу на этой странице еще прочесть то, что пишет она в комментарии. В комментарии Равочкин Нази обычно объяснял, что появление еврейского народа в истории не является изначальным. Мы говорили о изначальности с задним числом, а происходит с задним числом. Не было однозначной необходимости в том, чтобы народ Израиля открылся так, как это произошло при развертывании порождения. И только при пяти историй привели к тому, что он появился именно таким образом. То есть, все то, что произошло, привело к тому, что пришлось создать или перевести эту семью мессии в еврейский народ. Могло быть по-другому. Это очень занятно в точку зрения. Потом у Эвера слегка… Извини, что я тебя прервала. И, наконец, в открытом виде… И, наконец, в открытом виде Авраама Исхака Якова, братцов нашего народа. Где-то читал, что как раз Авраам – это был такой аварийный вариант в рукаве у Всевышнего. И когда он понял, что все запущено, он привел Авраама, чтобы уже… Потому что другого варианта не оставалось, да. Мне кажется… Да, я тоже это читала, но мне кажется, это как связано с Минитумом. Может быть, я ошибаюсь. Это немножко по-другому, чем Медраж, который рассказывает про просеяние, да? Ну да, что тут как бы все-таки как бы каждая песчинка была жемчужиной, да? Имела возможность вот это раскрыться. Но ничего не получилось, и пришлось уже как бы ввести извне Авраама. Ну, это не совсем извне, он как бы происходит от той же династии, видимо. Но тут качественно другая ситуация, потому что он хочет передать ему потомству, его народу. Там не личная уже происходит передача. Ну, мне так кажется, в этом разница передача. Не, ну, в том смысл, что как бы до того, как раскрылся Авраам, до этого, в принципе, каждый человек мог быть таким, как Авраам, да? И тогда не нужно было бы один народ, который исправлял бы все остальные. Да, я так понимаю. Да, да, да. Ну, другим словам, правда. У Хевеля и Шета одно и то же призвание – воспитывать нравственность. Тем не менее, между ними существует огромная разница в отношении их личности и имен. Шета объединяет в себе основные качества и предназначения, которые были у Каина и у Хевеля. Подобно Каину, Шет – сын. Но при этом он способен к братству, подобно Хевелю. Продолжая дело Каина, он основывает город, он осознает собственную важность. Однако он способен признать другого главным, а себя второстепенным, подобно Хевелю. Подобно Каину, Шет управляет материальным и является основателем культуры города и общества. Однако он также является воспитателем и пастырем, человеком духа и нравственных ценностей, подобно Хевелю. Да, такое интересное вот считание, что Бог собрал в одном человеке обе династии как бы. Каина и Хевеля – два свойства разные. И это, возможно, прообраз тоже еврейского народа, которые, с одной стороны, они пустухи, с другой стороны, они наследуют землю, земледельцы. И должны быть и материальные, и духовные вместе. Ну да, и как Яков, да, голос Якова, а руки Исау. То есть это идет поиск средней линии, получается, как радар, да, вот так вот движется туда-сюда, чтобы найти середину сочетания вот тех крайностей, да, как Каина и Хевеля, которые… Да, ну, видимо, еще такая идея, что воспитатель не может быть чисто духовным, он тоже должен быть материальным. Иначе он слишком великий они от народа и все такое прочее. Он не может повлиять, если он находится где-то в этом духе. Ну да, должен на земле стоять, быть устойчивым. Поэтому важно было, чтобы евреи стали земледельцами, да. Так, на уровне имен. Каин. Каин – это приобретение, законченность. Его подход – это трагический детерминизм, невозможность что-либо изменить. Если прочесть буквы имя Каина в другом порядке, мы получим слово «чист» на «ки». Если бы Каин преодолел свои природные качества, он смог бы достичь уровня чистоты и истинной высшей духовности. Второе. Хевель. Хевель – постьба ветра, нечто приходящее, временное, ненастоящее. Хевель – дыхание уст, внутренняя суть человека. Если бы Хевель выполнил свое педагогическое предназначение, он смог бы реализовать свою внутреннюю духовность. Третье. Шед. Шед – устойчивое основание, неразрушимая основа. Если прочесть буквы в обратном порядке, то получится слабый. Таш. Даже если его невозможно разрушить, он может ослабеть, если он оторван от своей внутренней сути и от своего предназначения. Шед – первый избавитель, с которым встречаются читатели рассказа Писания. В отличие от приходящего Хевеля, Шед – это невозможно уничтожить. В истории его рождения употреблено слово «семя», потомок, но не упомянута беременность. Отсюда делается вывод, что Шед родился совершенным или, как говорит об этом Медраж, родился обрезанным. Для каждого очевидно, что Бог следует своему изначальному плану, основанному на принципе «лечение предшествует болезнь». Всевышний делает все, чтобы его план удался. «Даже самая слабая надежда на успех является для Всевышнего предлогом для того, чтобы подождать, так как в зерне событий заложена возможность успеха. Даже если на данном этапе мы переживаем неудачу. Наверное, поэтому так долго не приходит маше, что есть еще надежда на успех». Но она всегда есть, иначе вообще было бы совсем плохо. Как он все время говорит, мы оптимисты, нет фатальности, нет пессимизма, зерно всегда есть. А вопрос, когда оно прорастет, это интересно в дороге. Поэтому Всевышний ждет и дарует отсрочку, чтобы был шанс на реализацию успеха. Однако задача исправления представляет настолько большую сложность для людей, что к завету между творцом и творением прикреплено приложение, являющееся неотъемлемой частью договора, а именно пункт об отсрочке. Все человечество ищет совершенного сына Адама, того, кто способен к миру со всем миром, или машехом, способного к диалогу с любым живым существом на Земле. В истории человечества был только один такой пример – царь Шлома. Шлома был из семени Давида, и он был единственным царем, во времена которого не было воин. Он был самым мудрым из всех людей и умел беседовать со всеми ступенями жизненности в мире – с растениями, с животными и людьми. Получается, что машех он будет всех понимать, все народы, всех людей сможет найти с ними общие… Шлома, Медраж, что завершена работа. Тем не менее, на этом не завершилась история на создание Шлома. Ну, можно прочесть под конец еще этот Медраж, там, психторабайт издания Шлома. «Когда пришел Шломой и построил франц, сказал Всевышний, теперь завершена работа неба и земли». Так закончена была вся работа, рассказываем Малахим, да, закончена работа. И поэтому его имя Шлома, так как Всевышний закончил Ишлим, работу шести дней творения в делах его рук. И нарекла ему имя Шлома, поскольку он уже сказал Всевышний Давиду, что его сына, который будет царствовать после него, будут звать Шлома, так его время будет иметь. Все это, конечно, так, да, построение храма, есть некоторый аспект будущего мира, завершения и все такое. Тем не менее, это только некоторые ступени, некоторые обещания, некоторая возможность попробовать на вкус, узнать, что такое бывает, такое возможно. Сам процесс, тем не менее, несмотря на личный Шломой, несмотря на то, что он построил храм, он был только как пример того, что в мире такой человек возможен, а тем не менее, он не завершил никак этот процесс исторический, в котором люди вообще все должны браться. Ну да, чтобы остался отпечаток, да, как в памяти реальности, что такое возможно, да, и на этом можно было построить это уже, чтобы осталось. Ну давайте тогда на этой точке остановимся, если вы не против, и продолжим в следующий раз. Я надеюсь, что в следующий раз я смогу, я собираюсь на остопки, но думаю, приехать будет. Спасибо. Да, может быть, кто-то еще что-то хочет сказать, кроме спасибо. Может, какие-то идеи, вообще идеи рождаются. Ну, сложно. Ну, вообще-то все сложно, да. Тем не менее, я думаю, что рам очень интересно и доступно, я думаю, объясняет, почему так все сложно. Да, как мне кажется, сложно. Да, люди, конечно, хотят упрощать, но все устроено сложно. Никуда не денешься, понять трудно. Да, у меня тоже осталось такое впечатление, что просто так ничего не дается. На все нужно очень много времени и очень много опыта. Вот у меня всего этого осталось именно вот такое впечатление, что ничего просто не бывает. Везде постоянно надо выбирать, думать, развиваться. Ошибаться. Да, ошибаться обязательно. То есть без этого вообще никак. Путь в любом случае длинный. Ничего просто не дается. И все сложно у человека. Вот это вот прям четкое ощущение. Спасибо, Виктория. Совершенно верно. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо, Нахама. Спасибо, Андрей. Увидимся, я надеюсь. Спасибо.